итак друзья давайте еще раз поприветствуем максима добрый вечер друзья коллеги всем привет да действительно я максим из компании simbersoft и сегодня я расскажу вам нашу историю и так два слова буквально про компанию компании более 20 лет на рынке более полутора тысяч тысяч человек у нас в штате представляем полный цикл услуг по разработке по и так с чего все началось я работаю в компании более 12 лет и так сложилось что мы использовали skype очень долго мы на нем жили он нас устраивал обычный skype не для бизнеса самый обычный мы на нем прекрасно жили буквы бегали звонки звонились проекты пилились все было хорошо но с течением времени компания начала расти и расти быстрее то есть на графике сейчас можно видеть тот переломный момент когда компания начала расти кратно быстрее и начали вылезать проблемы использования скажем так бытового продукта следующие много сотрудников много чатов этим тяжело управлять аспекты безопасности тоже стали крайне важны во первых невозможно нормально идентифицировать сотрудника невозможно удостовериться в том что если сотрудник нас покинул если он больше не с нами что его удалили из всех чатов аспект удобства чтобы написать кому-то нужно зайти на внутренний портал компании найти там логин в skype добавится к человеку убедить его что ты действительно коллега а не злоумышленник например и только после этого начать общение также skype был достаточно популярен для бытового общения и случалось смешение рабочих чатов и личных переписок что потенциально могло приводить к различным нарушением нда в том числе и это все в совокупности начала эффектить наш клиентский сервис и так мы пришли к решению что нам нужен корпоративный мессенджер настоящий взрослый и каким образом мы сформулировали к нему требования первое нам нужно было централизованное управление пользователями в нашем случае мы использовали ldap нам нужна была эта интеграция второе групповые звонки как в skype чтобы нажал кнопку человек зазвонила чтобы его можно было добавить к звонку и провести какие-то быстрые встречи третье приоритет был отдан отечественным и open source решением потому что санкциями мы уже были знакомы и не хотелось бы эти риски как-то на себя брать далее еще продукт должен быть отдельный как только живущий в контуре компании где кроме сотрудников никого больше нет и быть не может также нам нужны были каналы для различного информирования пользователей и так сформулировав эти критерии мы разработали дополнительную методику тестирования мы получали некую тестовую версию продукта ограниченная группа лиц переносила в этот продукт все свои рабочие коммуникации на определенный срок от нескольких недель до месяцев в окончании собиралась обратная связь и принималось решение нравится нам этот продукт или нет по такой методике мы протестировали все доступные корпоративные мессенджеры на рынке на тот момент итак было принято решение что мы переходим на выкатимс он нам понравился он удовлетворял всем нашим требованиям и собственно такое решение было принято как проходил переход первым этапом была подготовка мы развернули выкатимс у нас в он премия подключили к нему да позавили там учетные записи также ограниченной группой тестировали этот продукт три месяца полностью протестировали решили проблемы которые возникли далее проинформировали всех сотрудников всеми доступными недоступными каналами связи и и назначили дату перехода в новый мессенджер и на перенос все всех чатов на пересоздание выделили около недели итак в двадцать первом году в начале двадцать первого года мы перешли на выкатимс и получили следующие результаты во-первых карточка контактов соответствует корпоративному стандарту это фамилия и имя направление должность и географическое расположение сотрудника получили автоматизацию управление учетными записями получили изолированную среду в мессенджере только сотрудники компании и никого больше нет это очень здорово это крайне важно получили звонки видеоконференции ровно такие как нам были нужны как как мы хотели также получили каналы для информирования сотрудников сотрудникам канала очень зашли это очень удобно здорово и чат-боты естественно для автоматизации для опять же информирования и прочих приятных штук в таком режиме мы прожили три года за эти три года произошло достаточно много различных событий например у нас сменился почтовый провайдер им тоже стала компания вк и и после переноса почты мы стали задумываться о переносе vk teams в saas потому что при эксплуатации в он премия были определенные ну не то что недостатки определенные аспекты а сейчас мы по ним пройдемся чуть подробнее во первых у нас достаточно ограниченные ресурсы техподдержки управлять сервисом с его развитием с развитием тем более компании с взрослением компании становилось все тяжелее что приводило к недостаткам работы этого сервиса также наши аппаратные ресурсы весьма и весьма ограничены мы не могли позволить себе там откуда устойчивый кластер поднять например и с ростом компании не только численным но и я называю это взрослением улучшением процессов повысились требования к этому сервису также хотелось с клиентами коммуницировать тоже на единой платформе хорошо приняли решение что нам нужен saas мы переходим в saas итак как это было подготовили road map по переезду с прописанными датами действиями и ответственными лицами наше направление пиара разработала контент план с постами в соцсети корпоративной постами в каналы с письмами на электронную почту мы подготовили максимально подробные и понятные инструкции для сотрудников по переезду чтобы он прошел наиболее гладко без перегрузки техподдержки и контроль за всем процессом осуществляла наша служба качества и техническая поддержка ключевым ключевым моментом было то что переключение должно произойти максимально бесшумно чтобы мы не останавливали свою работу не занимались очень много очень долго вещами связанными с переездом и наши клиенты как говорится ничего не заметили в процессе подготовки был выявлен такой нюанс что из он према в саз невозможно перенести переписку файлы и никакую информацию хорошо пилюля горькая но как бы съедобная мы ее проглотили она не стала для нас блокером потому что все файлы файлы артефакты договоренности фиксируются в других системах как это это требуют процессы наши внутренние мессенджер лишь средство коммуникации но мы стали размышлять техподдержкой как мы можем эту горькую пилюлю подсластить как мы можем сгладить этот приезд и придумали что мы можем автоматизировать перенос чатов у нас много чатов порядка 800 активных в день на тот момент было чаты разные где-то 3 человека где-то 300 набивать вручную это очень много человека часов труда и мы нашли это решение во-первых силами техподдержки был разработан чат-бот который используя api выкатимса вытягивал информацию о чатах и складывала буквально в текстовые файлы в джессоны коллеги из смежного подразделения написали робота на технологии rpa роботик процесс automation который принимал в себя эти джессоны и на основе информации содержащейся в них заводил чаты в облачном тимсе и того по статистике было экспортировано 1200 чатов сколько там участников сложно сказать много робот все эти чаты создал за 38 часов работы то есть робот работал круглосуточно и в целом за условные выходные все чаты были перенесены к чему это привело что на назначенную дату переезда сотрудники с утра открыли инструкции переустановили клиенты и вернулись в свое пространство все чаты были на месте все чаты были созданы и все люди просто продолжили работать не отвлекаясь на создание новых чатов поиск там состава этих чатов и так далее да мы не убивали старый сервер он жив да кто-то что-то забыл но это очень-очень мало работы скажем так нежели бы если бы вот эти все чаты переносились вручную там силами техподдержки или силами самих сотрудников что мы получили с переездом тимса в саз мы получили во первых инфраструктуру тимс работает всегда к нему никаких вопросов нет как собственно почта и диск стабильный надежный сервис да я уже сказал чат-боты естественно мы перенесли все интеграции у нас остались все работает и даже лучше чем в он премия и суперап конечно суперап это дико удобная вещь когда ты прямо из чата создаешь в один клик события на всех участников либо пишешь на них письмо меньше кликов меньше ненависти у сотрудников это очень удобно это очень здорово и мы в целом очень довольны использованием сервисов компании ВК у меня на этом все благодарю вас за внимание спасибо большое